Достучаться до совести. Народные контролеры Единой России совместно с инициативной группой проекта «Импульс развития» сегодня посетили несколько торговых точек. Цель визита – проверить, насколько бизнесмены соблюдают правила продажи спиртного, а точнее, запрет на реализацию горячительного подросткам. Как показала проверка, ситуация в этой сфере далека от идеала. Юлия Шнайдер продолжит тему. Продавать алкоголь подросткам нельзя. Это закреплено законом. Как показывает практика, не все бизнесмены готовы отказаться от прибыли с душком. За соблюдением правил торговли сегодня следят специалисты, общественники и неравнодушные горожане. Но сигнал о таких точках поступает постоянно. Неоднократно мы сами приходили туда. Была ситуация, что почти с поличными, так скажем, подростков застали. И сами подростки говорят, где им продают спиртные напитки, называют магазин. Все. Подходили к продавщице. Она говорила, что они говорят, что им есть 18 лет. Смотрела паспорт. Только как она смотрела паспорт, это непонятно. Рабочая группа народного контроля и участники проекта «Импульс развития» решили проверить, так ли обстоят дела. На покупку сигарет и алкоголя отправили несовершеннолетнего. Результат не заставил себя ждать. Она сказала, что нельзя продавать, но сразу продала. У продавца свое видение ситуации. И она перекладывает вину на подростка. У всех спрашивают паспорта. Некоторые первый раз приносят. Некоторые, ой, я же вам показывала, вы же знаете. Я говорю, я знаю, но все равно носите его с собой. Инициативная группа решила прояснить ситуацию до конца. Вдруг приду, чтобы я знала, чтобы другие знали, говорю. То есть этот подросток у вас покупал неоднократно, да? Нет, неоднократно не покупал. Он друзьями заходил, но он мне показывал. И вам показывал. И вы прочли в паспорте, что ему 18 лет. Признавать свою вину продавец отказывается. Спокойно продолжает трудовой день. На фразы о вызове сотрудников полиции для составления протокола никакой реакции. Пользуясь случаем, контролеры решили проверить и качество товара. Как выяснилось, торговой точке есть что скрывать. Посрочен уже полтора месяца у вас. Вот если ребенок сейс за торг, как вы думаете, что будет? Вот я купил, я не подстрелил срок годности и дал своему ребенку. Нарушение закона продажи алкоголя детям – случай, к сожалению, не первый. Тем не менее, проверки магазинов дают результат. Торговцы начинают думать о том, что и кому продают. Будет достаточно большой административный штраф и наказание. Мы однозначно проконтролируем, чтобы это административное дело дошло до логического конца. И в дальнейшем, надеюсь, предприятия и торговые точки все-таки прекратят продавать. Что про срочку, ну и, соответственно, несовершеннолетние. Доказательство своих слов – вызов наряда полиции, составление протокола. Обещание посетить точку еще раз. Юлия Шнайдер, Константин Малыш, служба новостей «Импульс».